Воплощение образа современного директора, бизнесмена, руководителя выглядит так. Со вкусом одетый мужчина всегда в хорошем настроении, лично на связи с каждым своим сотрудником, в курсе всех дел, в постоянном развитии и непременно в прекрасной физической форме. Ведь руководитель должен быть примером во всем. Вероятно, поэтому директора стоматологической клиники Дмитрия Хадикова когда-то увлек именно бег. Началось с подготовки ко всемирно известным соревнованиям Ironman. 4 километра вплавь, 180 на велосипеде и 42 бегом. Дмитрий пробежал дистанцию, которая дается не каждому профи, за 10 часов и 16 минут. Мне понравился бег, то есть я, наверное, год бегал не в удовольствие. То есть я как-то бегал, чтобы цель, результат достичь. Ну как-то надо было бегать, я бегал. А потом бег мне как-то вот в какой-то момент времени стал приносить прям удовольствие. Как медитация такая, ты бежишь, ты сам с собой, ты получаешь удовольствие от процесса. Впервые Дмитрий побежал в 2015 году. По его признанию, от нечего делать, когда отдыхал в санатории. В 35 лет он покорил соревнования Ironman, затем была серия марафонов и ультрамарафонов. У меня три было, получается, ультрамарафонов. В прошлом году это был Суздаль 50 километров, это был Никола Ленивец, тоже там 50 с небольшим. И на закуску в Сочи мы бежали в гору, там набор высоты был 3000 метров, то есть самая высокая точка была 3 километра. Мы там карабкались, я помню, вот так вот по этой горке. Это было, по-моему, 52 километра, сейчас уже точно не помню, но в горах гораздо тяжелее. И это у меня тоже заняло 10 часов непрерывного бега и оказалось, наверное, чуть ли не сложнее, мне кажется, чем Ironman. Тренировки 6 раз в неделю такой же традиционный ритуал, как, например, почистить зубы или позавтракать. День без бега Дмитрий уже не представляет для себя. Я начал бегать утром, где-то там в 6-7 утра, и как раз до работы очень хорошо ты поднимаешь свой уровень энергии. После сна высокий уровень гормонов, стресса, кортизола, там и адреналина, и поэтому бег, он разрушает эти гормоны, и ты такой прибегаешь домой уже в приподнятом настроении. Я сейчас оставил бег как просто такую ежедневную зарядку, как говорится, десятка до завтрака. Я когда бежал в марафон свой первый в Москве, мучился, умирал, плохо был готов, и за 10 километров до финиша такая была мотивирующая табличка, я запомнил, это был 16-й год, что потерпи, осталось всего десятка, которую ты легко бегаешь до завтрака. А уже было нелегко, потому что 32 километра было позади, и я оставил эту штуку, что десятка до завтрака. По признанию Дмитрия, его мотивирует ставить цели и достигать их. Сегодня его цель – пробежать самые крупные мировые марафоны. За плечами мужчины московский, нью-йоркский, берлинский и многие другие. Ближайшей осенью, 11 октября, Дмитрий отправится на старейший марафон мира в Бостон.